Дайджест недвижимости К его словам, по обеспеченности метрами россияне заметно проигрывают жителям Западной Европы. На одного француза или немца в среднем приходится по 39 квадратных метров. В Соединенных Штатах этот показатель в два раза выше – 70 квадратов на человека. Сопоставимые с российскими показатели – 25 квадратных метров на человека в Польше. Таким образом, несмотря на рост ипотечного рынка и снижение кредитных ставок, для значительного количества граждан жилье остается недоступным. Годом ранее на одного россиянина приходилось 24 квадратных метра. За последние 10 лет показатель обеспеченности жильем в России увеличился на 14%. Дайджест недвижимости В Кировской области из программы капремонта исключили 55 жилых домов. Об этом сообщает «Девятка.ру» со ссылкой на директора регионального фонда капремонта Павла Сысоева. Износ домов, как утверждают в фонде, составляет больше 70%, при этом некоторые здания пока не признаны аварийными. По словам Павла Сысоева, решать судьбу таких домов должны власти на региональном уровне, но соответствующий закон в области пока не принят. Как пояснил руководитель фонда капремонта, концепция документа предполагает, что в течение года после исключения дома из программы органы местного самоуправления должны определить, что дальше будет происходить со зданием. Либо его признают аварийным, либо станут проводить поддерживающий ремонт до тех пор, пока эксплуатация здания станет невозможной. Дайджест недвижимости На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости